Каждый пустяк тайну хранит, манит к себе, как волшебный магнит, разве не правда, что здесь скрывать... Всем привет! И сегодня мы с вами сделаем косплей русалочки из мультфильма 1989 или 1986 года, точно не помню. Но в общем, тот самый мультфильм, который так полюбился многим, и мне в том числе. Не будем много говорить, погнали! Ну а меня зовут Наталья Нова, и вы на моем канале о косплее, и не только. Обязательно подписывайтесь, лайкосик там, ну вы знаете, что идет. Так, у нас вот вышла фильм «Русалочка» в кинотеатры. Я еще не знаю, пойду или нет, потому что у меня очень сильно скептический настрой к этому фильму. То, что я видела по кадрам, оно выглядит блекло, тускло и неинтересно. Хотя бы сравним, давайте платье вот ее для сосалок, которое я ранее делала, вот да. То есть, ну платье в мультфильме, оно выглядит куда интересней, прикольней, а вот это вот блеклое, тусклое и незапоминающееся. То есть, ну не чувствуется принцессковость, что ли, этого платья. В общем, и если уж говорить о деталях этого фильма, то, камон, вы видели, как выглядят краб, чайка и этот, господи, флаундер, рыбка? Они выглядят как депрессивный эпизод, я не знаю, нельзя делать гиперреалистичных животных, потому что они крипово выглядят. Камон! В общем, я не знаю, у меня они вызывают чувство какого-то отторжения и тревоги, но никак не милоту, умиление, радость и сказку. То есть, сказочного в них ничего. Сказочный только *** из-за того, кто это делал. Ну да ладно, давайте поговорим о русалочке мультфильме. Я обожаю Ариэль. То есть, она была, ну с детства она была моей любимой диснеевской принцессой. Кстати, напишите, кто был вашей. И как бы, если вы мальчик, то уже напишите. Тут должна быть пошлая шутка, но я не буду. Я буду. Нет, нет. В общем, Ариэль. Она такая была классная, так хотела жажды приключений и все такое. Несмотря на инфантильную мотивацию, что кинуть все ради мужика, семью, дом, как бы похезать весь мир, лишь бы заполучить мужика. Странная мотивация, но да ладно. Зато у нее офигенные красные волосы, за что я ее, собственно, больше всего и полюбила. Ну и за сиськи-ракушки. Сиськи-ракушки, о которых мы сейчас с вами поговорим. Этот костюм, собственно, вы сможете сделать не только для косплея, но также для какой-то вечеринки. То есть это, знаете, такой очень простой способ, который, правда, у меня занял двое суток, но у вас может занять гораздо меньше, потому что вы не экспериментировали, как я. Вот. Пойти на вечеринку, на Хэллоуин. То есть это такой универсальный способ, который адаптируют для всего. Ну и для косплея в том числе. Для начала вам нужно взять лифчик. Я взяла, я пошла и купила белый лифчик на размер больше своей груди. На размер больше, потому что нам нужно пространство, чтобы вы могли спокойно наклоняться и ваша грудь не вываливалась. То есть, если вы хотите другого эффекта, то окей. Но когда вы берете чуть-чуть больше, на полразмера, на размер, вам будет в этом практичнее ходить. Далее. Нам нужно покрасить это добро. Здесь, получается, я сначала ободрала всю верхнюю ткань, оставила только поролон и красила уже его. У меня там были косяки, ошибки, ткань плохо прокрашивалась, все дела. Поэтому я оставила только поролон, который идеально прокрасился и выглядит, ну, прикольно. Я использовала два метода покраски. Для того, чтобы покрасить ткань, вам нужно, первый вариант, есть вот такой холодный способ, когда вы в тазике воды разводите немножко краски и по методам окунания, то есть, окунули, вытащили изделие, просушили, опять окунули, вы добиваетесь нужного оттенка и, ну, нужного цвета и оттенка, собственно. Это очень долгий способ, он может занять около недели у вас, но зато вы добьетесь идеального, допустим, если вам нужен легкий, воздушный, какой-то такой оттенок пастельный, то кто-то... Прошу прощения, серьезно, очень жарко. В общем, для того, чтобы вам добиться нужного оттенка, то, прошу прощения, пусть они не орут, мы будем гореть, вам потихоньку нужно окунать. Второй способ, это уже непосредственно покрасить краской для ткани, кисточкой, все это аккуратно там развозюкайте, все дела. Я использовала два метода для того, чтобы добиться нужного оттенка и плюс еще для того, чтобы добавить теней. Получается, здесь внизу я затемняла, чтобы ракушка смотрелась объемной. И, мне кажется, она смотрится. Вот, знаете, в жизни она прям объемно смотрится. Да. Вот. Покрасили. Далее нам нужно теперь приклеить бусинки. Для того, чтобы равномерно у вас сисечки были симметричные и паттерн был одинаковый, вы берете, накладываете бумажный скотч, вот этот малярный, нарисовываете, вот, чашку обклеиваете, рисуете вам нужный рисунок, отдираете, вырезаете и перекладываете на другую чашку. И у вас получится абсолютно симметричный рисунок. Это вот очень классный способ. Не ленитесь, так делайте. Бусинки. Для того, чтобы приклеить бусинки, тут можно, как бы, использовать разные виды клея. Я использовала клей, вот, покажу, для страз и еще момент кристалл. Но клей для страз мне больше понравился. Он поначалу, как бы, он не моментально схватывается. Он, получается, вы наклеили, и у вас еще есть пару секунд подвинуть бусинку, и она, как, клей не размазывается, ничего, он прозрачный, это вот мне понравилось. Можно было бы использовать термоклей, но для бусин, для бусин, лучше использовать вот таких вот, клей для страз, потому что термоклей, он у вас будет объем все равно давать, а у нас нужно идеальное прилегание. Ну и, знаете, все держится. Сиськи нормальные. Вот, поэтому лучше использовать клей для страз. Далее. При выборе бусин советую вам обратить внимание на то, чтобы они были разного размера, диаметра и цвета. Я использовала, получается, жемчужный, такой фиолетовый отблеск, и чисто еще фиолетовый цвет этих жемчужинок, бусинок. Плюс еще три калибра, то есть самый большой, помельче и покрупнее. За счет того, что у них разный размер, это дает динамику, и за счет этого смотрится более интересно. Собственно, я вам об этом уже давно говорила. Для того, чтобы получить что-то более интересное, используйте разный объем. За счет этого у вас, говорю, динамика костюма получилась. Два раза. Но я тоже повторила его для закрепления. После того, как я наклеила все бусины, нужно было добавить цветочки. Я вдохновилась тем моментом, помните, когда она гадала любит-не любит, любит-не любит. Собственно, сделала лилию из фоамирана, как мне сделала мама моего парня, это лилию. Она шикарная. И цветочки она мне сделала, хотя вы сможете их сделать за пять минут, там ничего сложного. Также я использовала два оттенка фоамирана, такой бежево-белый и фиолетовый. За счет этого тоже очень интересно смотрится и динамично. Плюс еще, когда я все это наклеила, поняла, а о чем мне добавить шестеразиков? И добавила еще шестеразики на цветы. За счет этого все это заиграло объемом и более интересно смотрится. Собственно, этот лифчик это тот самый формат, когда простую вещь можно сделать интересным. Можно было бы сделать эти ракушки из Евы, но тогда это смотрелось бы очень скучно и тривиально. И ни один фестиваль вас бы не пропустили, если вы хотите в конкурс подаваться. Потому что это скучно, откровенно. Но когда вы добавляете деталей, костюм начинает играть новыми красками. Нет, вы можете делать канонично, оригинально, как вы хотите. Но просто зачем себя останавливать в творчестве, когда можно разгуляться? И за счет этого смотрится все гораздо интересней. Далее хвост. Вот с хвостом тут вышло все очень сильно интересно. По одной простой причине, что я не решилась все-таки как его сделать. Дело в том, что я хочу в этом костюме еще выходить куда-то. На фестиваль или не знаю уж что там будет. Но мне нужно, чтобы он трансформировался. И сейчас у меня, получается, есть думки над тем, как это сделать. Либо сделать хвост, получается, отдельный с плавником и внизу молнией. Или сделать просто хвост и отдельно юбку. Хвост я смогу снимать и ходить в юбочке. И, собственно, в такую юбочку я и сделала. Как бы она сейчас не на мне, потому что я не в кадре. А вот я вам покажу. Короче, вот такая юбочка. Сейчас. Вот. Сделанная из трикотажа масла, мы в свое время это называли. И приклеенными, типа, знаете, водорослинки, водоросли из органзы. То есть нарезанные полоски, вырезанные и приклеенные. Я их также еще прошлась, обошла, подожгла, подожгла спичкой по краям, чтобы они не распускались. Так как оверлока у меня нет. И смотрится это все прикольно. У этого должен быть легкий эффект небрежности. Вот. Самое главное. Потому что это же, типа, такая водорослевая юбочка. Вот. И таким образом можно как ходить и чисто в этой юбке по фесту. Это будет гораздо легче, чем в хвосте. И как бы, или доделать и все-таки сделать это трансформером. В общем, я еще думаю. И обязательно сделаю. Расскажу это в другом видео. В следующем уже. Потому что о русалочке будет еще одно видео, где я расскажу про платье для сосалок. Которое, я думаю, вам понравится. Плюс там еще секреты корсета раскроем. Тоже про детали. Про все поговорим. В общем, будем закругляться. Ну, а я надеюсь, вам понравилось это видео и было для вас полезным. Потому что, ну, вы сможете реально эти знания применять не только для косплея. Ну, и какие-то костюмы делают, что-то для вечеринки. Реально. Простой легкий способ, но максимально эффективный. Так что, я с вас жду лайкосик, да? И еще напишите, вы будете смотреть новую русалочку или нет? Потому что я до сих пор, не знаю, сходить в кино или посмотреть дома. Как бы, что с этим делать? Потому что вроде как Дисней скурвился откровенно. Эти фильмы, они однотонные, несмотребельные, неинтересные. Последнее, что было интересно, это Золушка. И то, потому что у нее дико крутое мега-платье с вот этими километровыми тюлями и шикарным шлейфом. Вот это вот все пышное такое. Это было красиво. Остальное все я даже не запомнила. Я даже Мулан не смотрела. Вот. Так что, давайте, жду от вас лайкосик. Совсем скоро с вами встретимся. Я уже заговариваюсь в новом видео. Люблю вас, целую. Муа.